Ну что, как говорится, наши ожидания это наши проблемы? Вполне, но давайте будем честны, поскольку это последняя DLC этой многострадальной части, все же мы все ожидали немного большего, чем получили на самом деле. И когда я записывал обзор для прошлого DLC, я не знал что говорить по контенту, так сейчас тем более не знаю как подобрать слова, чтобы описать все эти крупицы нового контента, но тем не менее я попробую. Рад вас приветствовать на канале Реалистик Пес и это традиционный обзор DLC 7.0, который вышел 24 числа 6 месяца 2021 года. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Но перед этим убедитесь, что вы поставили лайк под этим роликом, а также подписались на канал, если находитесь здесь впервые. И не забудьте про колокольчик, благодаря которому вы будете получать уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. Вес данного обновления составил около 950 мегабайт на консолях и около 840 на ПК, в то время как предыдущее было за 1 гигабайт уж точно. И как только я увидел вес этого DLC, то сомнения сразу закрались в моей голове, но об этом чуть позже. Количеством новых фейсов в Konami нас вновь не обделили, однако все новости о том, что не планируют сделать лица для всех игроков евро, к сожалению, оказались лишь банальными слухами. И хотя я не утверждал, что все будет именно так, что все будет на 100%, все же некоторые могли всерьез это ожидать, поэтому прошу прощения. Что же касаемо добавленных фейсов, то будем честны, они достаточно ужасны. Не все конечно, но некоторые из них уж точно. Просто взгляните на Нормана и Обликова, это просто тихий ужас. Да любой фейсмейкер более чем за 500 рублей сделает вам фейс лучше, чем это сделали японцы. Да и не только с игроками из нашей лиги такая ситуация. Как вы можете заметить, не только наши пользователи заметили халтуру Konami в этом вопросе. Новые DLC, новые иконики. На этот раз в игру прибыли такие ребята, как Кака, Месси, образца 2011, Кагава, Решфорд, Марадона, Крирон и Инъеста. И хотя бы на этот раз с фейсами для икоников все не так плохо. И тот же Кака выглядит достойно, как по мне. Из интересного также отмечу, что игрокам обновили минифейсы. Примечательно в этом то, что 3D модельки, которые изображены здесь, отличаются от привычных нам минифейсов своим ракурсом и освещением. Что подталкивает на мысль о том, что эти минифейсы могли быть сделаны на основе Unreal Engine. Однако это не более чем интересное наблюдение и соответствующее предположение. Верить ему или нет, воспринимать всерьез или же нет, решать уже вам. Ну и как я говорил в недавнем ролике, добавили две пары новых бутс, от Puma и Adidas. Если говорить о контенте для Евро 2020, то здесь все так же плохо. В новом DLC не завезли нового комплекта форм ни для сборных, ни для клубов. А это значит, что некоторые сборные, такие как Австрия, не получили актуальных комплектов. Не берусь утверждать, какая из сборных так же бегает не с актуальными формами, но я помню, что такие есть. И вся надежда была как раз таки на это обновление, но увы, японцы пролетели и здесь. Трудно в это поверить, но на этом весь контент сидя DLC и заканчивается. Учитывая, что это обновление ожидалось более месяца, оно по своей сути последнее, все же были какие-то ожидания. Но зная, что за контора такая экономия, мы получили то, что получаем всегда, а именно, ничего. И бог с этим контентом, но ведь даже с фейсами, с которыми у разработчиков никогда не было проблем, они и то оплошали. И после всего этого, могу предположить, что это самое худшее обновление за все время выхода DLC для 21 части. Моя персональная оценка для него, это один с минусом из пяти возможных. Но что думаете вы насчет этого обновления? Насколько сильно разочарованы увиденным? Или же наоборот, не ожидали ничего такого? Пишите в комментариях. Также, сегодня стала доступна для тестирования, альфа версия P2022. Ролик по ней ожидайте в ближайшее время, либо же в этот день, либо уже на следующий. Обсудить бетку можно будет в нашей группе ВКонтакте, ссылка на которой есть в описании под этим видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте поддерживать видос лайками, друзья, поскольку весь день я свящаю весь контент и новости, поэтому ваша поддержка, она прям необходима. Ну а если вы на этом канале впервые, то конечно же подписывайтесь и прижимайте колокольчик для уведомлений. Всех благодарю за просмотр, услышимся очень и очень скоро. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok